Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Посмотрите, какая у меня шикарная осень во дворе, и я убираю листья. И заодно покажу вам, чем я занимаюсь, вы всё время говорите, чем вы занимаетесь. И заодно проведём сегодня один небольшой урок нутрициологии. Сейчас наш организм, организм наших родных и близких, дорогая моя интернет-семья, готовится к зиме. И нам надо запастись пробиотиками. Вот у меня остатки помидорок, я их тоже заберу. Сейчас, да, вот такие вот они сейчас, видите, можно сказать, никакие. Но я их всё равно ещё не убираю с грядки, я ещё их оставляю, хоть и ноябрь месяц, но всё равно пока оставляю. Уже и зелёные заквасила, и красные, и розовые. В общем, квашу, квашу. Смотрите, у нас в организме около 85% полезных микроорганизмов и 15% патогенных. Вот такое соотношение поддерживает наш такой оптимальный баланс микрофлоры. А если равновесие смещается в сторону патогенных, о-о-о, тогда, дорогие мои, либо дисбактериоз, либо, сейчас его называют, дисбиозом, либо ещё чем-то. В общем, квасьте капусту. Сейчас идёт процесс, посмотрите, у меня газики оттуда выходят. Я уже рассказывала, как я квашу. На один килограмм капусты всего лишь одна столовая ложка соли. Всё перемешиваю хорошенечко, уплотняю туда ещё одну морковку, добавляю, это я говорю, на килограмм капусты. И дальше гнёт ставлю и в тёплое место 3 дня, 3 суток, вот так периодически вытаскиваю ведёрко и протыкаю время от времени, вот так вот палочками протыкаю для того, чтобы газики выпускались. Снова закрываю, снова ставлю. Ровно 3 суток. В течение 3 суток нужно всегда протыкать, чтобы газы выходили. Всё, и вот у меня, это же живые бактерии, это же пробиотики, вот это продукт пробиотический. И будет прекрасная, хрустящая, замечательная капусточка через 3 дня. Через 3 дня её в холодильник поставьте, без жидкости я ставлю. Я жидкость отдельно убираю, потом расскажу для чего. А капусточку убираю в другое ведёрко. И всё, посмотрите, какие пузырики, ох, какие красивые пузырики. Это вот газики выходят, нам надо их убирать, пусть они выходят. Это же живые, живые бактерии, пробиотики. Вот они содержатся в определённых продуктах питания или в биологически активных добавках. Вот они полезны для человека. И они не вызывают каких-либо заболеваний, а наоборот, наоборот. И если вы регулярно употребляете пищевые продукты, богатые пробиотиками, они, конечно, благоприятно воздействуют на организм, улучшают состав, биологическую активность микрофлоры кишечника. У вас всегда кишечник будет работать как часики, он всегда у вас будет очищен. Уникальный продукт – квашеная капуста. Уникальный, уникальный, повторяю. Это суперфуд. Ещё у меня, конечно же, кефир, домашний кефир. Самое лучшее – это козий, на втором месте коровий. Но свой, молочнокислый, бифидобактерии, да, сбраживанные такие бактерии. Вот я употребляю кефир, и он прекрасно влияет на пищевую систему. И вот эти кисломолочные продукты вы должны давать своим детям и приучать их регулярно употреблять кефир. Регулярно. Это живые пробиотики. Обязательно кефир должен быть домашний. Но если уже за неимением домашнего, тогда вы уже покупаете в магазине, но кефирчик должен быть. Это кисломолочный пробиотический напиток. Туда, кстати, добавляют кефирные грибки. Они такой симбиоз нескольких видов микроорганизмов. Молочнокислых стриптококков, палочек, уксусно-кислые бактерии, дрожжи. В общем, кефир – это от турецкого слова, кстати. Кеив, кеив, кеив. Означает чувствовать себя хорошо после еды. Вот так переводится слово кефир. По-турецки кеив. Чувствовать себя хорошо. Вот это второе. После квашеной капусты. Да? А, кстати, еще я хочу сказать, что помимо пробиотических свойств, вот наша вот эта квашеная капуста, она богата клетчаткой, а также витаминами группы В, а также витамина С очень много, потому что она кисленькая, это витамин С дает. Витамин К, она содержит натрий, железо, марганец. Это очень важно знать. Очень важно знать. Поэтому, хотите, не хотите, надо есть капусту. Можете ее же есть сырую, если не можете, вот так вот взять одну столовую ложку, пожмакать и поставить на три дня. И все. Ну, и немножечко туда морковки втереть. Можете просто сырую мелко нарезать вместе с тыквой, сейчас тыква идет вместе с лучком и съесть, или с чесночком. Поэтому капуста очень полезна. Третье, кимчи, тоже капуста. Это блюдо корейской кухни, я вам часто показывала, делала раньше кимчи. Сейчас у нас нет той капусты, которую я покупала, пекинская. Сейчас ее у нас тут нет, у нас вообще что-либо достать очень тяжело. А если что-то привозят, вот, кстати, видите, как я делаю? Я вот так вот пищевой пленочкой, потом ставлю блюдечко, и сверху вот такой у меня гранитный камешек. И все. И еще мне нужно сутки, чтобы вот эта ведерка. Я ведрами делаю одно ведро для себя, для нашей семьи. Одно ведро для еще одной семьи. И буду делать еще третье ведро на третью семью. Вот это второе ведро. И третье ведро буду делать на третью семью, потому что у нас на три семьи нам надо жить, выживать. Потому что если мы выживем, то все будет хорошо, я надеюсь. Но Господь Бог нас благословляет, слава Богу. Есть благословенные люди, кому иногда на сердце приходят. Господь кладет. И я всегда молюсь за этих людей, всегда говорю, Господи, да не оскудеет рука дающего. Благословен человек, который дает людям выжить в таких условиях, как находимся мы, в самом центре войны. Бог даст, скорее мир наступит, все будет хорошо, дорогие мои. Главное, не переживайте. Главное, продолжайте жить. И обязательно будьте здоровы. Ешьте вот такие соленья, безуксусные. Это опасно, когда вы добавляете. Говорите, я вот засолил, заквасил капусту. И туда добавляют уксус 9%. Это отрава, синтетический, из магазина. Уксус 9% это синтетика. Это просто для рака благоприятная среда. Вот что такое 9% магазинный уксус. Ни в коем случае. 1 столовая ложка соли на 1 килограмм капусты. И немножко морковки. Все, все. Она сама вам даст кислоту. Поставьте в теплое место. И все вам дадут молочнокислые, будут эти бактерии, этот витамин С, будут аж бегом. Точно так же огурчики, ни в коем случае, без всяких уксусов. Вот. Кстати, некоторые виды сыра, тоже пробиотики. Хотя большинство видов сыра ферментируются, это не означает, что все они содержат пробиотики. Не все. Поэтому важно искать живые активные культуры на этикетках продукта питания. Но я делаю сама брынзочку, делаю сама творожную, такую, знаете, как массу. И это у нас там бактерии. Вот полезные бактерии выдерживают процесс старения в некоторых сортах. Вот, включая гауда, моцарелла, чедер, вот эти вот сыры. Ну, сейчас такие сыры, поэтому лучше делать домашние сыры. Вот такие предлагаю я вам продукты в нашем регионе, где, в принципе, сейчас достать что-либо тяжело. Чтобы что-то купить, нужно либо ехать, либо кому-то заказывать, либо вот так вот, как раньше, нету здесь у нас ни торговых центров, ничего такого нет. Вот что принесли там на рыночек бабушки наши, пять человек, то мы можем что-то из этого. Что сами вырастили, что что-то привезли. Потому что цены, когда, если нам что-то привозят с того места, где нет войны, с того региона, где не чувствуется война, когда к нам привозят, то такие накручивают цены. Потому что я понимаю людей. Они едут, и они уже едут, рискуя жизнью своей, чтобы доставить нам продукты питания в какой-нибудь магазин. Это тоже, я говорю, это герои-люди, которые в магазинах работают, которые доставкой занимаются. Это, я считаю, герои-люди, которые кормят, кормят. И поэтому мы уже сильно так просто не покупаем то, что не можем, не в состоянии. Когда у тебя нет такой работы, когда у тебя нет пенсии, когда у тебя нет ничего, ни банковской системы, ничего, то, конечно же, тебе приходится как-то там, как-то там, как-то там перебился. Но ничего, дорогие мои, Господь Бог с нами. Когда ты человек верующий, когда ты в Боге, ты не стонешь, ты не ноешь, ты не унываешь, ты живешь и еще делишься, потому что и с тобой делятся. Низкий поклон тем, кто делится. Дай Бог вам здоровья, пусть Бог благословит вас. Я сейчас говорю всем, кто меня слышит. Да благословит вас Господь, да дарует вам мирное небо над головой. Пусть дети ваши только смеются. А если плачут, то от радости. И пусть Бог благословляет вас обильно здоровьем. Здоровьем и еще раз здоровьем. И еще мудростью. Вот такой вот. Люблю вас. Квасти капусту. Квасти, квасти, квасти. Пока-пока. Пусть ook architectом. Продолжение следует...